Мы меняемся местами с вами? Местами меняемся? Со словами, да? Со слогами нашими Би-Бе. На похлопку пошли и... Би-Бе-Бо-Бо-Бу-Бы, Би-Бе-Бо-Бо-Бу-Бы. Что не так, ребят? Что не так? Не надо, да? То есть мы с вами не сталкиваемся с вами, хорошо? Репетиция перед важным спектаклем для самых маленьких. В этом году в городском Доме культуры и национального творчества заработал театр выходного дня для малышей «Малышкины сказки». Юные артисты театральной студии «Мы. Таланты Саратова» под руководством Ольги Мешковой готовятся к спектаклю «Дядя Миша» по сказке Владимира Сутеева. Разминка закончилась. Все молодцы. Да? Теперь пошли вымироваться. Вперед! В театральной студии занимается свыше 40 человек от 4 до 18 лет. Многие из них уже являются лауреатами международных конкурсов. Почему кревет? А зачем кревет? Когда кревет? Эх! Сорвалась! Когда я пришла в эти студии, я была совсем скромной девочкой. Мне было трудно общаться и знакомиться с новыми людьми. Сейчас намного проще. Возможно, из-за того, что кроме спектаклей обычных, мы проводим игровые программы, концертные программы. Когда смотришь на улыбающего ребенка в конце мероприятия, в котором его глаза светятся, и улыбка на лице, сразу понятно, что ему приятно и хорошо. А это очень греет сердце и душу. Мне здесь очень нравится. Мы ставим каждый год, ставим зимние сказки, ставим сказки для самых маленьких. Помимо этой сказки у нас еще есть сказка «Кто сказал мяу». А кого ты там играешь? В сказке «Кто сказал мяу»? Я играю «Цыпленка». Чему ты здесь научилась? Я научилась хорошо держать свой голос, дышать правильно. Я научилась, что тут не надо бояться, когда выступаешь перед зрителями. Скажи, что для тебя сложно во время спектакла? Меня зовут Танец. Дети дают мне, наверное, очень большую жизненную энергию. То есть они из-за меня заряжают большим позитивом, и вместе с ними я учусь. Учусь, то есть заново. Не бывает неталантливых детей. Все дети талантливы. Их нужно помочь раскрыться и понять, что это им поможет в жизни. Поможет раскрепоститься. Это раз. Поможет найти друзей. И даже в социуме определиться. Потому что сейчас есть еще много замкнутых детей, которые на самом деле, это им в жизни очень мешает. И, конечно же, создание чего-то нового. Это именно человек пробует себя, на себя надеть роль другого человека. Ну или животом, что-то еще. То есть это очень интересно. Переоплощаться, переоплощение. После просмотра юные зрители направляются на мастер-класс с участием артистов спектакля, где их ждет свободное творчество, танцы и песни. Калерстики, калерстики и красивый руль. Творники работают, Пальчика льет буль-буль. Включаем зажигание и левый поворот. На такте расстояние. Поехали вперед! Кажите, кто тебе понравился больше всего? Зайчик. Зайчик понравился. А чем понравился? Ну, они так танцевали. Белочка. Они так красивые сыр в школе собирают. Вообще, честно говоря, мы пришли сюда перед школой для того, чтобы позаниматься дикцией речи. Ну, втянулись, очень понравилось, поэтому Ольга Юрьевна, педагог, которая с ними занимается, сделала очень интересными все эти действия. И те дети, которые приходят, я считаю, что это прекрасно, если они с такого раннего возраста начинают познавать, что все-таки такой театр, что это. Вот в таком вот, в игровом, интересном музыкальном формате. Все причастные к подготовке и показу театральных спектаклей, а это руководитель, дети и их родители, приглашают всех в театр выходного дня каждое воскресенье в 11 часов в Городском Доме культуры национального творчества. Приводите нам новостей! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!